Библейский портал экзегет.ру представляет 38 глава книги пророка Исаии Я, Андрей Деснецкий, читаю для библейского портала экзегет свой перевод и слегка его комментирую В 36 и 37 большие главы повествовательные, необычные для книги Исаии Поскольку они написаны в историческом жанре, а не в виде пророческих текстов, как остальная часть книги Речь шла про то, как ассирийская армия осадила Иерусалим, но достаточно быстро сняла осаду, вернулась к себе И, конечно, это понималось как победа Господа над огромным ассирийским войском 38-я как будто переходит к совершенно другой теме И личная жизнь царя Хискея, который заболел Ну и зачем об этих подробностях говорить? Ну, заболел человек, ну, потом выздоровел Помолился при этом об исцелении Ну, нормально Мне кажется, очень интересно, что эта глава сопоставляется с 36-й и 37-й Там жизнь государства, жизнь одного человека, его частная жизнь Мелочей нет Частная жизнь настолько же перед Богом, как и государственные события В те дни Хискея смертельно заболел Мы даже не знаем, что значит в те дни, когда, что ли, ассирийцы осаждали Иерусалим Наверное, нет, потому что тут он действовал в 36-й и 37-й как вполне здоровый человек Может, не совсем здоровый, но явно не умирающий Вот когда-то еще это произошло в какое-то близкое к этой осаде время И вот опасность внешнее нашествие, опасность внутренняя болезнь, смертельная болезнь Действия похожи Другое дело, что болезнь, в отличие от ассирийского царя, не хвастается о том, что она тебя убьет, но просто убивает Пророк Исаиев, сын Амоца, пришел к нему и сказал То есть он сам действует первый, да? И если сначала там был ассирийский царь, через своего полководца он передавал приказ сдаться Говорил, как все будет хорошо Здесь Исаиев, собственно, говорит в том числе и от имени этой болезни Пришел к нему и сказал Вот что говорит Господь, составь завещание, потому что ты скоро умрешь, жить тебе осталось недолго Тогда Хискиев отвернулся к стене и взмолился Господу Господи, молю тебя, вспомни, что я искренне хранил тебе верность От всего сердца делал то, что тебе удобно Тут Хискиев горько заплакал Как, собственно, и в предыдущей истории Хискиев молится Богу И оспаривает превосходство смерти над ним И в предыдущей истории он рассказывал о том, что Вот тот другой полководец говорит, что он сильнее, по сути дела, Бога, а не израильтян Он сильнее об этом говорить нечего И вот здесь он фактически говорит Богу, что смерть сильнее не Хискиев Смерть сильнее любого человека, это тоже очевидно Но как будто и сильнее Бога, если она забирает угодных Богу людей не вовремя Получается, она его как-то обыгрывает И в каком-то смысле эта молитва, это способ бросить Богу вызов Смотри, что же ты не ответишь вот на то, что смерть или вражеский полководец Объявляет своим то, что на самом деле твое Но и, конечно, это мольба о помощи Тогда Господь велел Исаии передать Хискиев такие слова Так говорит Господь, Бог твоего предка Давида Я услышал твою молитву и увидел твой плач Итак, я добавлю тебе 15 лет жизни От ассирийского царя я спасу тебя и этот город Да, защищу этот город Ну, мы уже читали, как это будет И вот тебе знамение, что Господь исполнит, что обещал Тень от солнца, что спускается по ступени Махаза Вернется на 10 ступеней вспять И тень от солнца поднялась на 10 ступеней, по которым она спускалась Ну, понятно, что тени, по мере того, как солнце движется по небу Тени перемещаются И вот там какая-то лестница каменная И, соответственно, вот эта тень по ним сначала спускается То есть солнце все ниже, и тень все ниже, ниже, ниже И вдруг она поднялась То, что вообще-то не бывает Не сказано, что солнце изменило свой бег Вот какое-то, может быть, локальное явление Но абсолютно чудесно Как ангел, который в конце предыдущей главы Расстроил планы ассирийского войска Перебив значительное количество его жителей И его воинов Не сказано, как Вот так и здесь Какое-то чудесное вмешательство Не объяснено, как это происходит Но вот, если Богу надо, он может это устроить Собственно, все, что мы можем об этом знать Но это очень краткий эпизод А более подробно ответ Хиски Как ему обо всем этом сказать Человек получил 15 лет жизни Вот что написал иудейский царь Хиски Отправившись от своей болезни Решил я, что в середине жизни Схожу к вратам Шиола Это мир мертвых Не прожить ни остаток дней моих Сказал, что не видеть мне Господа Господа на земле живых И на людей мне не глядеть В этом мире не быть среди них Ну, или вариант из рукописи Но быть там, где кончается все Сорвано с места мое жилище Унесено прочь, как шатер пастуха Скатал я жизнь свою, как ткач полотно И он отрезает ее от станка Ну, то есть, на станке откется полотно Когда вот нужной длины полотнища соткана То нитки там еще на станке висят А ткач аккуратно отрезает полотно Чтобы его дальше можно было использовать Ну, вот тут полотно-то совсем короткое День и ночь приближает мой конец Я терпеливо жду утро Но он, как лев, мои кости крушит День и ночь приближает мой конец Похоже немножко на книгу Юва Вот такие жалобы о том, что человек скоро умрет Я думаю, мы все это понимаем Может быть, мы в большинстве своем думаем, что умрем не скоро Но скоро помирающего нам, наверное, хорошо понятно И как и в случае Юва Это полная уверенность в том, что это только от Бога и зависит Что это Господь отнимает у него эту жизнь И поэтому это особенно трагично Что это не случайность Не какая-то цепочка естественных причин А это вот действие Бога Как же ты так со мной Как ласточка или журавль я плачу Стянаю, как голубь Устали глаза в небо смотреть Горько мне, Господи, заступись Но в отличие от Иова Хискея не спорит Он близок к этому спору, но не начинает его Что мне сказать? Что он обещал, то и сотворил В горести моей душевной буду доживать свою жизнь Вот Иов ругался Этот нет Владыка, вот чем люди живут И тем же моя душа жива Дал ты мне и здоровье, и жизнь Во благо мне обернулась беда Любовь твоя избавила меня от гибельной ямы А все мои грехи засплю, но ты зашвырнул Здесь уже переход от оплакивания своей пропавшей жизни Благодарности к Богу за избавление от смерти За то, что жизнь продолжается И как бы даже не отмечено Вот гимн, который сразу рассказывает Про состояние до и состояние после Интересно, что все мои грехи Ты зашвырнул за спину Такой жест, ну как Выбрасывают что-то там ненужное Не смотрят даже Не то, что в сторону В сторону мы видеть еще будем А за спину вот так, что уже мы никогда Даже не заглянем туда И объяснение, вот что же здесь такого ценного Они в Шиоле благодарят тебя Они мертвые прославляют тебя И уповают на истину твою Не те, кто не сходят в гроб То есть нужно быть живым, чтобы быть тебе благодарным И поэтому я прошу тебя оставить меня в живых Поэтому для меня крайне важно, чтобы я был живым И для тебя это тоже должно быть важно Должно быть важно Но кто жив, кто жив, тот благодарит Как сегодня это делаю я И пусть Отец поведает сыновьям об истине твоей Вот смотрите, как в этой 36-37 главе говорилось Что вот вражеский полководец Приписывает себе власть над миром Но, Господи, ты же понимаешь, что ты должен ответить на этот вызов Так и здесь, по сути дела Ответ на вызов Смотри, смерть затыкает рот Благодарящий тебя Хвалящий тебя Молящийся тебе Не дай ей этого права Сохрани жизнь для того, чтобы Можно было тебя благодарить Но кто жив, кто жив, тот благодарит Как сегодня это делаю я И пусть Отец поведает сыновьям об истине твоей И можно понять это так Что вот, ну это такая как бы торговля с Богом То есть, помоги мне Но это не из-за меня, это из-за тебя самого А можно, мне кажется, увидеть в этом Такой что ли общий принцип Что человек перед Богом раскрывается Человек перед Богом выкладывает свою жизнь Как элементы отношений с Богом И эта жизнь для него ценна Не только потому, что она цена каждому из нас Кроме самоубийцы Жизнь, кажется, наверное, величайшей ценностью в этом мире Но большая ценность Это отношения с Богом Где эта жизнь Тоже вот Нечто такое, на чем эти отношения строятся Ты мне даешь эту жизнь Или продлеваешь ее Я благодарю тебя за это Это твой дар Но ты ценнее этой жизни Вот, мне кажется, о чем говорит эта молитва Господь спасает меня И во все дни нашей жизни Песни наши будут звучать в Господнем храме Ну, это уже как практический вывод Дальше немножко странные строки Их хотелось бы иметь в начале этой главы Кстати, вот повествование в книгах царств так и поступает Это было немножко раньше Вот до того, как описание чудо с тенью вернувшись по ступенькам Тогда Исаия велел Пусть принесут пласт смокв и обложат ими нарыв Тогда Хискея поправится И такими сушеными смоквами Может быть, размоченными несколько обкладывают нарыв А Хискея еще спросил Какое дашь ты знамение, что я еще приду в Господень храм Вот, кажется, там И будет уместно Вот в начале Как раз перед рассказом о тени Еще раз напомню, что в исторической книге так и сказано Но есть свой смысл и в такой компоновке Знамение – это все-таки тот самый талон на чудо О котором мы говорили, что его Господь не дает Когда мы рассуждали о ангеле, истребившем значительную часть из сирийского войска И вот здесь Хискея говорит Мне нужны гарантии от Бога И Исаия ему дает, кстати, эти гарантии Но вот в пророческой книге Упоминание этих гарантий отнесено в самый конец главы Как нечто несущественное Без гарантий все состоялось Хотя они были и спрошены И, кажется, они были даны Но важно, что не по обязательствам Важно, что это произошло тоже Как элементы этих отношений между церемкиски и Богом Ну, а что же касается дальнейших политических историй В 39 главе мы увидим продолжение Но важно, что Вот это сугубо частная вещь Человек заболел и пока не умер Потом ты умер Она настолько же важна, как нашествие целой ассирийской армии И возможное разрушение города Иерусалима Потому что для того, кто умер или не умер Его собственная жизнь не менее важна, чем вот судьба его собственного царства И книга Исаии это признает Она ставит вот такую личную, очень, может быть, частную, интимную историю Наравне с историей государственной И прямо через запятую рассказывает очень похожие вещи Про то и про другое Нету вот такого, что человек, пусть даже царь, пусть какой-то очень высокий и важный человек Это всего лишь незначительный эпизод мировой истории Человек это человек, его жизнь это его жизнь И она не менее ценна, чем все остальное Продолжение следует...